Гуд? Ребятки, приветствуем вас на обзоре самого технологичного китайского смартфона 2019 года, сентября, сентября 2019 года. Это Vivo Next Street. 5 причин, по которым вам, возможно, стоит посмотреть этот обзор. Первое. У этого смартфона экран Waterfall. Вот я сейчас медленно вот так поверну, просто без комментариев. Такого экрана я давненько не видел. Второе. Это система TouchSense. Все, угонишь ты его сегодня или нет уже? Так. Эй, куда ты едешь со своим мопедом? Это система TouchSense. Обычных кнопок, кроме одной, у этого смартфона нет вообще. Третье. Это камера 64 мегапикселя. Да, это второй смартфон в мире с камерой 64 мегапикселя. Той самой, Samsung ISSL. Четвертое. Это Qualcomm Snapdragon 855+. Да, это очень мощный смартфон. И пятое. Это вес. Вес. Это надежность. Итак, давайте по порядку. Первонаперво, конечно же, экран. Начнем с самого интересного. 6,89 дюйма. Здоровенный, яркий, сочный. Не обращайте внимания, что может быть... Что? Сон, не волнуйся. Как я могу найти тебя на YouTube? Это... Итак, номер один, это, конечно же, экран. Яркий, сочный. Не обращайте внимания, что может быть вот на этой камере, да и на этой тоже. Яркость эта незаметна, потому что камера так передает картинку. На самом деле, экран отлично видно, что вот так, что вот так, откуда угодно. Даже вот эти боковины изогнутые, их видно отлично. 6,89 дюйма. Здоровенный просто экран. И в помещении он смотрится суперэффектно. Необычное разрешение 2256. Он же изогнутый. Вот сюда и сюда заходит на 1080 пикселей. А также он сделан по технологии P-OLED. То есть, P-OLED, вот эти вот пять букв, которые LG когда-то делали. Может быть, это, кстати, он и есть. Самое необычное это Waterfall View. Это формат экрана Waterfall. То есть, это как бы, да, изогнутый экран, как у Samsung Galaxy Note 10. Но тут он как-то слишком круто, интересно изогнутый. Даже когда вы берете иконку, чтобы переместить ее на другой экран, ее нужно вот туда вот загнуть. И чтобы она заехала прямо туда, на сгиб экрана. Возвращаем обратно. То есть, сгиб здесь, он не просто какой-то для красоты, да, и функционал обрезается вот здесь. Это полностью функциональный экран. И да, этим можно пользоваться. Несмотря на то, что прямо сейчас я пальцами держу его слева и справа за экран, ложных нажатий нет вообще. Многие из вас видели фотку в Инстаграме этого смартфона. Да, это было он. Спросили, а где селфи-камера у Note'а вырез, а где здесь? Ну, Vivo в своем репертуаре. Нажимаем сюда. Нажимаем здесь. Пошло сверху. Камера выезжает сверху. И это не какой-нибудь там пара мегапикселей. Это здоровенный модуль 16 мегапикселей. Искусственный интеллект. Все по красоте. Выезжает из корпуса. Тому, кому селфи-камера не нужна, делайте вот так вот. Ее не видно вообще. Динамик здесь тоже абсолютно полноценный. Он расположен сверху. Никаких там вибраций в экране, вот этого всего. И динамик, и селфи-камера здесь то, что нужно. Формат и корпус. У этого смартфона физических кнопок практически нет. Одна сделана сверху, вот здесь вот. Она дублирует блокировку экрана. Как нам сказали в компании Vivo, ну, есть люди, которые, они там, тестили в офисе, кому сенсорная кнопка, она вот поначалу не зашла. Для них сделали микро-кнопку сверху. Она дублирует, вот раз, выключение экрана. Кнопка блокировки продублирована рифлением, вот таким вот. То есть вы не промахнетесь. То есть в отличие от Meizu Zero, где там еще надо найти, понять, где чего, кнопка блокировки. Здесь она чувствуется пальцем. Ну, а громкость, она просто сверху или снизу. Ее уже на ощупь, да, но так как с блокировкой чувствуется, то громкость, в принципе, тоже не промахнетесь. Более того, здесь, чтобы прям все наверняка, сделали систему Touch Sense. Когда вы нажимаете на громкость, есть виброотклики. Таким образом, ну, вы как бы нажимаете полноценные физические кнопки, только здесь они, конечно, такие необычные и технологичные. Напомню, блокировка экрана есть в том числе сверху, если вам вдруг так удобнее. Вес смартфона 217 граммов. Да, и, ну, так, вроде 217 граммов. Он и вправду приятно, увесисто, тяжеловат. Давайте еще раз этот кусочек клашим. Технологичность и мощь этого смартфона, весь Snapdragon, весь этот, вот, все чувствуется. То есть ты чувствуешь, что это прям китайская технологическая мощь в хорошем смысле этого слова. Но нужен силиконовый чехол, это прям точно. Так, следующий пункт, номер три, это начинка. Этот смартфон один из самых мощных смартфонов в мире, в принципе. И китайцы такие, ну, мы поставили туда Snapdragon 855+, мы поставили туда 12 гигов оперативки, да что бы еще туда... Ну, короче, тут, конечно же, самая топовая начинка. Здесь быстрая память UFS 3.0, 128 гигабайт. Аккумулятор тоже неплохо и по весу чувствуется, что там что-то приличное. 4500 мАч, есть быстрая зарядка. Причем не какая-нибудь там 15, 22,5 Вт. Ну, конечно, не та самая 100-ваттная, когда все летает и быстро. Vivo пока работает над этим, заряжается он, как нам сказали, очень быстро. Градиент, конечно, есть, но он такой вот очень приятный, умеренный, без всяких этих переливов. Вот такой строгий смартфон, тройной модуль камеры. Это второй в мире смартфон, ну, типа, третий, Realme там тоже выпустили, но его пока нет в продаже, вообще нигде нет, по-моему. Это второй в мире смартфон, после Xiaomi Redmi Note 8 Pro, у которого камера 64... Как это вообще так? У Самсунга даже такой камеры нет, а в Xiaomi и Vivo уже стоит камера 64 мегапикселя ISO CELL. Да, это та самая камера, которая делает снимок в разрешении 9248 на 6936 пикселей. Это первая камера, основная. Фотки как надо. Нет, можно по-молчанию снимать нормально, в небольшом таком разрешении, но если вам прям постер нужно забубенить, это, пожалуйста, все будет. Вторая камера, это 2х-зум, оптический зум, в принципе, 13 мегапикселей, ничего интересного, ну, полезная штука. Третья камера, это сверхширокий угол, 125 градусов. Мы перестали это делать, но, тем не менее, 10 тестовых фоток, погнали. Посмотрели? Фотки все доступны внизу по ссылке, исходнике. Можете открыть, посмотреть на мониторе, сравнить все как надо. И тестовое видео. Это сэмпл. Нам так и сказали, типа, ну да, это сэмпл, но мы вроде его допилили, должно быть хорошо. То есть, ребятушки из Vivo пошли на встречу, огромное им спасибо. И сейчас мы его протестируем. Как ты готов одной рукой взяться? Пишем, тестовое видео. Звук на Vivo Nex 3, картинка Vivo Nex 3. Это стоковые настройки? Нет, подожди, я 60 кадров в секунду поставил. Ну, это сейчас GH5, конечно, сравнивать нельзя. Локер, не менее, да? Дальше, поехали. Этот смартфон еще отлично умеет делать портреты, и не просто портреты. Сейчас даже зачитаю. Тут какой-то гипер-HDR. Супер какие-то портреты, ну, надо тестить. Но это еще не финальный образец, поэтому мы, конечно, будем в хвост, так сказать, в 3,5 миллиметра тестить много не будем. Просто расскажем, как есть. Еще ваш любим пункт. Это дополнительные фишки. Они тут тоже есть. В смартфоне есть NFC. В смартфоне есть выделенный аудиочип, называется AK4377. Что так аудиочипы называют? 4077A. В этом смартфоне Hi-Fi звук. 3,5 миллиметра тут есть. USB Type-C снизу. Довольно неплохой здесь динамик. И, ну, и кнопки, о которых мы уже сказали. Операционка здесь Android 9.0. Про 10-ый пока ничего не сказали, но наверняка со временем появится. И Funtouch OS 9.1. У нас не полный, у нас вообще комплекта нет никакого. Но мы уже знаем, что будет в комплекте. Там будет силиконовый чехол. Он тут точно нужен. Я прям держу его очень крепко. Он, правда, весит прилично. Ребешки, так что вот так вот. Это Vivo Next 3. Самый технологичный китайский смартфон с сентября 2019 года. Тут полно классных фишек. Очень необычные. Причем они полезные. Не просто ради-ради там чего-то. А, ну еще сканер отпечатков пальцев в экране. Их тут столько, что у меня даже просто А4 листа не хватает, чтобы все это вписать. Сколько будет стоить, не говорят. Но все мы знаем, что Vivo, они любят, так сказать, ребятушки, адекватные цены. Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько он может стоить. С удовольствием почитаю. Привет из Шанхая. Vivo Next 3 с удовольствием рассказали вам об этом смартфоне. Довольно быстро, да, потому что нам его дали ненадолго. Но и это время постарались потратить с пользой. Какая-нибудь классная сумка для собаки. Сними, сними, сними. Для кота сумка. Там кот сидит у него. Спасибо, что посмотрели. Увидимся. Пока. Я бегал его. Сколько ты за него хочешь? Ребятушки, досмотрели видео до конца. Но мы прям гордимся, гордимся вами. Этот смартфон мы уберем в карман. Разыграем мы сегодня Vivo Y17. Он тоже классный, потому что этот еще просто не продается. Непонятно, когда будет в России в продаже. Vivo Y17 с аккумулятором 5000 мАч. Смартфон официально продается в России. Ростест, красота. Сделан в том числе с учетом пожеланий жителей России. И мы его с удовольствием разыграем. Один любой комментарий по поводу Vivo Next 3. Мы с удовольствием их почитаем. Почитают остальные люди. Отправка в крупные города по России от 10 тысяч человек за наш счет. Конкурс Vivo Y18 5000 мАч стартует прямо сейчас. Ждем комментарии по поводу Vivo Next 3. Увидимся. Пока.